48 домов построят в новом микрорайоне Усть-Каменогорска. Социальное жилье общей площадью 400 тысяч квадратных метров возведут по госпрограмме Нур-Лыжер. Ход работ сегодня лично проинспектировал премьер-министр страны. Оскару Мамину показали и крупные проекты в сферах энергетики, промышленности и социальной инфраструктуры. Особое внимание глава Кабмина уделил развитию здравоохранения. Камила Тастанбекова продолжит. Детскую многопрофильную больницу открыли в Восточном Казахстане в этом году. Это один из самых крупных объектов здравоохранения в регионе, возведенных за последние 10 лет. Врачи рассказали Оскару Мамину о возможностях новой больницы. Действительно, это такой мощнейший подарок. Подарок не только медработникам Восточного Казахстана, но и для всех жителей города Усть-Каменогорска и области. Это ведение в эксплуатацию детской больницы, центра матери-ребенка, которая оснащена по последнему слову мировой техникой, которая соответствует всем мировым стандартам оказания высококвалифицированной медицинской помощи именно детскому населению. Самое главное то, что не надо возить наших детей, не надо возить наших беременных, транспортировать их в клиники Нур-Султана и Алматы. Это самое главное. Самое главное время оказания квалифицированной помощи на месте. Параллельно в центре ведут исследования для лечения коронавируса. Ученые полагают, что эффективным методом борьбы станет использование иммунной плазмы. С научными проектами в технической сфере, а также с опытно-конструкторскими разработками, пример министр ознакомился уже в Восточно-Казахстанском государственно-техническом университете. Этот ВУЗ снабжает кадрами крупные машиностроительные и металлургические предприятия страны, которым есть чем похвастаться. За пять лет мы смогли сделать так, чтобы предприятие вышло на проектную мощность, создало себе пул покупателей. И, как вы видите, помимо работы основного технологического оборудования, электронно-лучевой печи, компания создала за пять лет очень большой участок механизации по механической обработке слитков. Мы построили участок по переработке лома. И таким образом сейчас компания может перерабатывать все виды титанового лома, возвращать его в использование на производство и сделать наши технологии безотходными. Мы резко увеличили номенклатуру выпускаемой продукции. То есть на сегодняшний день наш номенклатурный ряд составляет больше тысячи различного вида единиц оборудования. Основным рынком сбыта на сегодняшний день у нас является, конечно, Республика Казахстан. Это предприятия, входящие в структуру казумной газа и в жилищно-коммунальное хозяйство. В то же время, начиная с 2018 года, мы начали продавать нашу продукцию на рынок Российской Федерации. Уже после премьер-министр проверил строительство социального жилья в рамках государственной программы Нурлыжер. Объекты возведут в новом микрорайоне Усть-Каменогорска. В текущем году у нас с бюджета предусмотрено 28,9 миллиардов тенге на строительство 118 жилых домов многоквартирных общей площадью 535,9 тысяч квадратных метров. Из строящихся 118 домов в этом году планируется ввести в эксплуатацию 77 многоквартирных жилых домов. Общий плановый показатель ввода жилья у нас составляет в этом году 519 тысяч квадратных метров. В рамках рабочей поездки Оскар Мамин посетил и Алтайский район. Здесь глава правительства ознакомился со структурой пассивных площадей и ходом весенне-полевых работ, а также строительством Тургусунской ГЭС. Камила Тастамбекова, Хабар, 24.